На Тавриде завершился образовательный заезд под названием «Наука как искусство 2.0». В арт-кластере собрались более 360 молодых ученых, инженеров, IT-специалистов, экологов, кулинаров, архитекторов, дизайнеров и блогеров. Как извлечь электричество из костра в полевых условиях, инженер с Чукотки поделилась разработкой с молодыми коллегами на Тавриде. Наука как искусство 2.0. В арт-кластере Таврида в Крыму прошел образовательный заезд. С 19 по 25 сентября более 360 молодых ученых и специалистов творческих индустрий из 69 регионов России разрабатывали научные проекты, соединенные с искусством. Свои идеи предложила и инженер с Чукотки, преподаватель СВФУ Майя Артемьева. В прошлом году с одним из подопечных студентов она разработала и получила два патента на переносное устройство для получения электропитания. Этот проект помог попасть на Тавриду. Таврида мне открыла глаза, можно сказать. Я обычно сама изобретатель и смотрю на вот эти устройства, как только полезное, что-то это устройство должно приносить полезное обществу. Но Таврида мне показала, что вот это полезное может быть еще просто радовать глаз, как арт-объект. Вот мне пришла идея создать арт-объект из солнечной панели в форме башни эволюции. Майя руководит научным кружком «Энергетик», где студенты вместе изучают альтернативную энергетику. Ветрогенераторы, термоэлектрогенераторы, приливные электростанции. На Тавриде ученые, инженеры и экологи, а также художники МАФ изучали новые технологии зеленой энергетики. Команды участников в течение недели трудились над созданием проекта подстанции с альтернативными источниками энергии в виде арт-объекта. На крыше этого арт-объекта устанавливается солнечная панель. Вообще по заданию нам сказали использовать энергию солнца и энергию ветра. Поэтому мы взяли солнечные панели, предложили ребят установить их на крыше под углом 45 градусов. И сами качели тоже являются источником механической энергии. То есть когда качель качается, ось вращается и получается механическая энергия. Отмечу, что в течение недели на площадке в Крыму работали 6 арт-школ. Инновационные гастрономии, арт-энергетики, научных коммуникаторов, архитектурных малых форм, а также арт-школы ИИ и искусство и наука звука. Таврида-арт – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Таврида-арт входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта образования. Владимир Никитенко, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова